Всем здарова, на связи Малфой. Именно сегодня я запускаю новый сезон Пути Бомжа на Адванс РП. Год назад я пытался добиться поста генерала армии, но из-за того, что мне просто надоело бегать во фракции, я отснял 5 серий и забросил. В этот раз я возвращаюсь и имею четкие и понятные цели для моего бомжа. Основные цели это дом высокого класса, мотоцикл NRG500, Infernus, Bullet, там всякие бизнесы, 20 уровень и так далее. Также я решил прокачать все скиллы работ на Адванс РП. Да, это будет сложно, но я настроен серьезно. Особенности Пути Бомжа это регулярная смена никнейма, чтобы меня не узнавали на сервере. Понятное дело, что я буду прокачиваться без помощи подписчиков, ну и без блата от администрации. Как только я выполню какую-нибудь цель, я поставлю напротив вот галочку. Ориентировочно все основные цели я должен выполнить до конца 2021 года. Ну что ж, приступим. При регистрации вводим никнейм моей основы Драга Малфой. Соглашаемся со всеми условиями, ну и выбираем мой любимый скин Бомжа. Так как мы настроены на заработок денег, первым делом вводим промокод Малфой на Блу, за который получим 50 тысяч на третьем и еще 70 тысяч на шестом уровне. Ну и бонусом с шестого по девятый левел мы будем получать Икс-два опыт. Не забывайте, что одна из основных моих целей это 20-й игровой уровень. Подходим к этой девчонке и отвечаем, что мы хорошо доехали в штат. Это мадмуазель выдает нам задание отправиться на склад. В принципе ничего сложного, берем велосипед и полетели. По пути меня подрезал таксист и еще чуть не задавил. Я уже боюсь представить, что будет дальше. Приехали на склад и беседуем с работягой. Он дает нам задание перенести 5 предметов. Этот квест быстрее выполняется с помощью погрузчика, но так как у меня нет прав, будем просто бегать по чекпоинтам. Быстонько переодеваемся и погнали работать. На все про все я потратил 3-4 минуты и я считаю, что это очень быстро. Переодеваемся, вписываем циферку 4, тем самым проходим проверку на бота. Ну и за 5 мешков у нас плюс 450 вирт. Так как я настроен прокачать все скиллы работ, решил найти навыки грузчика. Но к сожалению или к счастью, такого навыка там нет. Подходим к работяге и получаем нашу награду в размере 1000 вирт и одно очко опыта. Не теряем ни секунды и отправляемся к мэрии. Чет как-то потрепало жизнь садовника, но да ладно. Следующее задание полить 7 растений. В принципе тут все понятно. Переодеваемся и погнали работать. Насколько я знаю, это обновление делал Андрей Ринга и к нему есть очень много вопросов. Вот почему нельзя было сделать чуть больше кустов, а? Полить столько растений та еще задача, блин. Мне понадобилось 6 минут, чтобы пройти этот квест. Это при условии высокой конкуренции. Заработали мы плюс 775 вирт, ну и завершаем нашу работу. За выполнение квеста нам бонусом накинули 1500 вирт и еще 2 очка опыта. После этого мы с вами отправляемся в мэрию, чтобы сделать себе паспорт. Именно эта самочка нам и поможет. Нам показывает пример паспорта, что в очередной раз доказывает, что Ринга любитель мелочей. Это не просто набор заданий, а целая квестовая линия со своим сюжетом. Далее нам нужно сфоткаться на этот самый паспорт. Тыкаем кнопочку и хопа, какой красавчик получился. За выполнение этого квеста мы получаем 2500 вирт, ну и еще 2 очка опыта. Наш баланс уже 6350 вирт. После этого я заметил какой-то странный баг. Вроде паспорт я получил, а надписи остались. Поэтому мне пришлось перезаходить в игру. Берем велик и отправляемся работать на шахту. По пути я решил заехать на авторынок, чтобы посмотреть цены на Инфернус, так как это одна из моих основных целей. Я посмотрел все тачки и на удивление там не было ни НРГ, ни Инфернуса. Тогда погнали лучше на шахту. Малфой трюкач, прыгаем через стену и удачно приземляемся. Давайте поболтаем с шахтером. Он нам дает нормальный такой объем работы, 200 килограмм руды и 200 килограмм угля. Хочу переодеться и вспоминаю про наградные аксессуары. То есть, если мы прокачаем с вами скилл шахтера, нам система выдаст уникальный аксессуар, который мы потом продадим на рынке. Ну и само собой, получим денежку. Я раньше не обращал внимания, что существует два вида качества угля и руды. Это среднее и высокое. Ради интереса побежал вглубь шахты и, ёпта, ошибся, вместо угля побежал за рудой. Собственно, я вернулся и нашел нужную дырку. Забегу наперед и скажу, что высокое качество нам нафиг не нужно. По идее, нам дают бонус к зарплате, ну а ради таких копеек я чё-то не хочу в два раза дольше работать. Потихоньку я таскал и уголь, и руду, и тут вспоминаю про ежедневные задания. А это, между прочим, дополнительный заработок денег и экспи. Сегодня мне доступно три квеста. Это заработать металлургом 1700 вирт, собрать на военном заводе оружие 11 раз, ну и 365 лекарств на фабрике. Ну, металлург здесь рядом, чуть что сразу и выполним ежедневное задание. Спустя до хрена времени я всё-таки перетащил нужное количество угля и руды. Успешно прошёл проверку на бота, ну и заработал свои кровные 2000 вирт. После этого ради интереса решил проверить слэш-абилити, и мой скилл поднялся всего лишь на 12 очков. Это сколько нужно дней проработать на этой шахте, чтобы достичь 800 очков? Ужас, на что я подписался? За выполнение квеста я получил ещё 3000 вирт и 3 очка опыта. Ну и так быстро получил второй игровой уровень. Быстренько топаем соседний цех, как бы переодеваемся и начинаем нашу работу. Раньше мне казалось, что здесь очень сложно работать, там нужно настраивать какую-то температуру, ой. А на самом деле, просто нужно бегать по двум чекпоинтам. И буквально за 4 минуты я успешно выполнил задание, за что получил 1300 вирт и одно очко опыта. Ну и за саму работу получил 1700 вирт. Если сравнивать шахтёра и металлурга, то однозначно второй вариант прибыльней. Садимся на велик и отправляемся в автошколу. Здесь инструктор насыпает какую-то историю, бла-бла-бла. Короче, залетаем внутрь и тратим 600 вирт на сдачу экзамена. Ну и быстренько отвечаем на вопросы. Кому нужны правильные ответы, можете вот поставить на паузу, мне не жалко. Ну а я ответил правильно на 8 из 9 вопросов. Ну и приступаем к практической части экзамена. Подъезжаем к первому чекпоинту и следуем подсказкам от сервера. Думаю, тут каждый разберётся, как и что делать. Следующий этап это езда по городу. Вроде как я проехал и даже ни разу не врезался. Паркуемся и ура, получаем наше водительское удостоверение. За выполнение квеста мы получаем 3500 вирт и 3 очка опыта. Далее наш инструктор отправляет меня на работу. И как вы думаете, какую? Правильно, завод. Берём жёлтый велик и погнали работать. По приезду заходим внутрь и сразу же поворачиваем налево. Спускаемся вниз по лестнице и видим бомжа, который немножечко затупил. И как бы да, Малфой влез вне очереди. Он там попытался прописать мне плюху, но у него это не получилось, так как это зелёная зона. Подбежал какой-то ещё бандит и я думал, что всё, мне Габелла. Сейчас вдвоём меня отпинают. Я даже в репорт от страха написал, но благо всё обошлось. Директор завода выдал мне задание сделать 15 продуктов. Ну что ж, полетели. Переодеваемся, берём металл и работаем. Меня в очередной раз порадовала защита от ботов. Я вписал циферку 4 и продолжил выполнение квеста. Ровно в 16.00 пришёл Payday и я получил 270 вирт, как бонус за использование голосового чата. Мелочь, а приятно. Примерно 6 минут мне понадобилось, чтобы сделать 15 продуктов. Переодеваемся и забираем наши 1600 вирт. Дальше у нас была ещё одна битва за квест между бомжами, которую я, к сожалению, проиграл. Вдруг другом мы раскинулись там пару словечками и я успешно взял следующее задание. Выбежал, значит я на улицу и успешно переоделся в рабочую форму. Оказалось, что здесь совсем не осталось синих фургонов и мне пришлось ждать ещё пару минут. Садимся в него и отправляемся на шахту. Малфой не ищет лёгких путей, именно поэтому вылетаем с горочки и на удивление остаёмся живыми. Такие трюки лучше не повторять. Подъезжаем к точке загрузки, вписываем команду и загружаем всего лишь 1 килограмм металла. Чтобы квест засчитало, нам нужна именно такая сумма. В принципе, можно было загрузить и 500 килограмм, но вдруг по пути меня кто-нибудь взорвёт и я потеряю свои кровные денежки. Спустя 3-4 минуты я подъезжаю обратно к заводу, ну и разгружаю этот 1 килограмм металла. Чистая прибыль составила целых 3 верта. Не тысячи, а просто 3 верта. Возвращаемся к директору завода и берём следующее задание. Теперь нам нужно взять фуру и привезти топливо с нефти завода. Тут мне немножко фортануло, так как я забрал последнюю цистерну. Прошла минута, а мы уже на месте. Я как-то поспешил и случайно забагался с обычным дальнобойщиком. Он меня, конечно, обматюкал, но ничего, прорвёмся. Загружаем 1 литру бензина и полетели обратно к заводу. А вот тут очень интересный момент. Как этот дальнобойщик умудрился вот так вот на ровном месте перевернуться? Чтобы вы понимали, он ещё загрузил 2000 литров топлива. Ну и, понятное дело, всё просрал. В этой ситуации я бы ему никак не помог. Я успешно вернулся назад и продал 1 литр топлива с чистой прибылью 2 верта. Мне очень важно побыстрее пройти квесты, а не заработать лишние пару тысяч. За выполнение всех заданий от директора завода мне выдали 5000 верт и 3 очка опыта. Теперь мне нужно отправиться на фармацевтическую фабрику и сготовить там немного лекарств. Но, к сожалению, этого сделать не получится. Продолжение следует.